Алло, как все слышат? Сколько человек, интересно, зайдет? Ну вот, нарвался на удаление и на страйк. Удивительно. Как слышно? Хорошо. Ну вот, любимый YouTube влепил страйк, удалил ролик, с чем его и себя и поздравляю. 8,6 тысяч просмотров. Это предыдущий ролик, а вот сколько этот. Понятия не имею. Ну все, да, вообще удалили трансляцию, даже без аналитики какой-то. Печально. Ну, надеюсь, хоть эта часть останется. Да, это был баннер. Прямо как чувствовал, что не стоит показывать. Нет, показали. Ну ладно. Надо было заблюрить, наверное. Ну, что делать? Так вот, кратко. Чуваку в группе лиц предложили совершить очень непродуманный теракт. Я постараюсь кратко. Все, что я показывал, все эти ролики. Даже не стоит, наверное, делать именно записи, выкладывать на других ресурсах. Кому надо, те посмотрели. Все эти ролики есть. Чувакам мы сделали предложение, которое сложно отказаться. За копеечки. Человек, который представился помощником муфти. И сколько таких людей, которые работают в барбершопах в Иваново может написать некий муфти в телеграмме и предложить за очень небольшие суммы убивать неверных. И кто их навез? Их, предполагаю, пара десятков миллионов, которых он навезли. И непонятно, какой президент. Сейчас бедному Путину придется все это устранять. То, что натворил какой-то непонятный человек за очень долгий период времени. Путин же не в курсе, что творилось раньше, верно? Его сейчас выбрали, у него карт-бланш, всемирная поддержка. Чубайс вот отдыхает на заслуженном отдыхе, уничтожив и РАОЕС и за бюджетными деньгами очень много интересных вещей сотворив и не сделав то, что должно было сделать Роснана. Ему придется сейчас Путину, бедному чьи-то упущения, кто-то ж не досмотрел за этим Чубайсом, правильно? Придется устранять все это. И вот сейчас Путину еще придется одну проблему устранить, которую непонятно, кто натворил, завезя огромное количество бесценных специалистов. У нас же проблема с рабочими местами, у нас не хватает учителей, врачей, программистов, операторов цинков с ЧПУ. Поэтому было завезено очень много таджиков, условных таджиков и прочих дружественных России и русским национальностей, очень мирно и позитивно настроенных в отношении русских и русского мира. Об этом будет другой ролик. Вот это все непонятно. Это все безусловно по мнению Путина сделали украинцы, украинский след там есть. Кто-то написал, предложил и они согласились. Вот в каком состоянии ума нужно быть, чтобы согласиться на это все дело. Вопрос, потому что просто так не имея подготовки один человек другого не убьет. Подготовка нужна прежде всего моральная. Так называемые стрелки, что керчевские, что казанские, что прочее, просто потому что были некие голоса в голове, наверное, не смогут им подготовить все. Однозначно не смогли бы эти четверо, из которых один только стреляет, один в роли ослика уступает, с рюкзаком ходит рядом, а один снимает. Предполагаю, не могли сделать то, что они сделали и расстрелять такое количество людей. И тем не менее, однозначно они не могли подготовить все, подготовить схрон какой-то с оружием. Это ж нужно его где-то взять в Москве. Его нужно заложить, его нужно где-то добыть. и уж тем более я не могу допустить, что случай с ухом был не одобрен свыше. Но результат, как я уже озвучил, скорее был противоположный тому, о котором кто-то может подумать. Я думаю, межнациональный мир в России, он сильно после этого пошатнулся. межконфессиональный тем более. Потому что уши почему-то очень важны для тех, кто периодически стоит раком в определенное место, в определенное место направленное в определенное время. Я не думаю, что это все можно рассматривать как позитивное явление. Это не преподнесено как послание и акт официального реагирования государства так называемого. много вопросов к самим процессам. Для тех, кто не смотрел предыдущий стрим, поясню, что имею в виду цифра 18 озвучена 18 минут. Не зря случайное совпадение. Игнорирование было предупреждение американцев. Почему-то все произошло не на концерте условного шамана. Если бы были украинцы, они бы наверное могли сделать перед выборами и на концерте другого исполнителя. Я не верю, что при такой подготовке могут быть и такого масштаба события могли быть некие совпадения. Совпадения однозначно я там не вижу. Наградили, как всегда, кадыровцев. Чтобы не произошло, награждают кадыровцев различными орденами. Ну вот. Кто-то марки собирает, кто-то ордена. понимая людей, ничего против не имея. Так вот, все было удивительное количество совпадений привело к тому, что к чему привело. Я не могу поверить, что эти люди в синим просто так одинаково оказались одеты. Потому что на Майдане такие же одинаково одеты, только в красные люди были координаторами уличных беспорядков, штурмов и прочего. Люди, когда при неких операциях в толпе, нужно координировать свои действия. То есть, вполне допускаю, что это не случайность. Вполне допускаю, что этих людей четверых использовали просто как баранов, как сучило, пугало, а реальную работу в кавычках исполняли совершенно другие люди, более профессиональные, подготовленные. Скорее всего, предполагалось, что этих четверых просто на месте при задержании. Еще раз благодарность работникам, которые это все сделали, специалистам, офицерам, которые задержали непосредственно на границе с Беларуссией, а первое слово дороже второго. Я верю официальным органам Беларуси, которые говорили, что возле их границы задержали, их отслеживали. Очень глупо, что эти люди не продумали и не верю в такие совпадения, что взяли машину, которая с ними как-то связана, а не украденную и не купленную за нау и по доверенности там какой-нибудь и так далее. У кого-либо из таксистов якобы украденную очень глупо они не продумали пути отхода, во что я не верю, очень легко можно было бы смешаться с толпой, очень легко можно было бы одеть какие-нибудь масочки, хоть антиковидные, чтобы скрыть свои лица. Эти люди совершенно не думали о будущем и о последствиях. То, что тоже вызывает вопросы, как и вызывает вопросы, каким образом вот этот вот чат, в котором они общались, поскольку фильтруется и просматривается абсолютно все, еще 2009 год, я читал решение суда и немножко охреневал, я когда-то был юристом, иногда читал интересные судебные решения, так вот один из провайдеров интернета проиграл суд, ФСБ, он протестовал его обязанность, которая на мой взгляд тоже неконституционная, установить оборудование и предоставить оборудование и все эти коды, ну, шифровальные коды и прочее, это ладно, а вот оборудование какое-то для слежки всего трафика ФСБ. Каким образом бизнес должен по сути налог дополнительный платить, не указанный в налоговом кодексе это противоречитой конституции тоже в первую очередь, я не понимаю каким образом у нас государство должно вшать свои функции за счет тех, за кем она надзирает, то есть еще девятый год все провайдеры должны были устанавливать оборудование за свой счет и предоставлять его ФСБ. Это не налоговое получается обязательство и не налоговая нагрузка. Но уже тогда конституции арбитражные суды подтерлись причем прилюдно. Сейчас все еще хуже. СОРМ-2 эшелон и так далее прочие системы людей за лозунги нет войны штрафуют и под суд отдают и так далее за участие в чате где всего четыре человека то есть читается абсолютно все как могли пропустить в такой ситуации в России вот этот вот чат и вот всю эту подготовку мне одному кажется что это невозможно без некоего указания сверху вопрос это просто теория заговора у меня паранойя добавляем сюда этих людей четверых потом это все конечно же опровергли добавляем странные совпадения по циферкам дополняем череду таких вот терактов за почти 30 лет минимум с 99 2000 странности в различных терактах добавляем кому выгодно нам вот это совершенно не украинцы добавляем странное послание с ухом и еще много чего нужно добавить кто еще что может добавить пишем да стрим удалили добавляем странный схрон реальный мы делаем выводы соответственно кому это выгодно добавляем странное поведение американцев которые предупредили то есть по сути озвучили свои планы как по северным потокам наши им сказали ай-яй-яй предполагаю кто-то нельзя это делать ну они отложили на чуть попозже потому что предполагаю это должно было быть под выборы и на другом концерте ну и делаем выводы насколько мы все защищены что будет дальше а мы видим как все нарастает мы видим что американцы если нужно от татай делают украинцам мы видим странную череду вещей которые ухудшают наше положение на фронте а фронта то у нас нет ну и делаем вывод двери были заблокированы кто-то работал внутри работал в толпе заблокировал выходы то есть зашел раньше предполагаю при этом вышел то есть выжил каким-то образом этих людей нужно было идентифицировать чтобы случайно не грохнуть а повторишь что служит целем идентификации для чего это было нужно потому что в случайности в таких терактах не бывает вот 9-11 и далее все эти теракты они служат лишь ужесточению определенной политики нашей ситуации потому что никто не мог представить даже 5 лет назад даже тем более 10 что будет такое как сейчас тотальный контроль слежка QR-кода и всего прочего что будет такой тотальный контроль в том же ютубе вот только что-то удалили стрим да задача выжить Ирина совершенно верно шторм над нами добавляем отсутствие аппаратуры и артистов да что еще забыл цифра 18 добавляем поздний приезд спецслужб добавляем бездействие охраны вооруженной потому что там кинологи собаки уже не буду повторять эту ошибку не буду показывать определенные вещи которые я показал и за что удалили стрим предыдущий все это есть в телеграме кто хочет может посмотреть уже показали добавляем ухо что не не является инициативой одного сотрудника и делаем вывод что готовят в сфере мигрантов где под видом защиты прав одних эти права уничтожаются сейчас под видом борьбы с мигрантами могут устроить поэтому я предлагаю продумывать все шаги в этой сфере конечно продумывать нужно было раньше но что делать до ухода машина кинологов рации все могли прийти снова спихнули на одного придурка с голосами в голове в данном случае на четверых а в очередной раз операцию провели совершенно другие люди на совершенно другом уровне высочайшем но к сожалению со знаком минус этот уровень высочайший никакой связи с реальными таджиками вот этими несмотря на то что любому практически можно написать предложить деньги они пойдут отдых в Турции тоже наверное не случайен как там отдыхали террористы во время чеченских войн международные скажем так блокировка дверей продумывание пожара большинство было все таки от огня и много много прочих совпадений что я наверное еще не успел рассказать это все говорит о том что все не так как кажется все не так как на самом деле что еще я упустил из того что сказал в первой части пишем да лягушку варят медленно все верно да журналисты прибыли мгновенно а спецслужбы что-то час 45 если не ошибаюсь там было оборудования для концерта не было предположительно да ну мост США тоже отдельная тема тоже наверное не случайно транспортный коллапс демонтаж инфраструктуры поездов сознательно создаваемые коллапсы пожары это и у нас по стране в России и в Китае идет демонтаж высокотехнологичных производств по всему миру общий уровень индустриализации специально понижают Мурманску тоже привет так вот думайте кто и зачем не заметил этот диалог который невозможно было не заметить в телеграме каким образом спецслужбы могли это прозевать почему это странное послание с ушами прозвучало почему спецслужбы не приехали думаем думаем почему кто-то не дает ни одной из сторон а это все связано на мой взгляд так называемое СВО то есть АТО потому что ни одна из сторон не объявляет войну хотя казалось бы должны всех за измену родины многих если не что-то там в пользу Украины скажешь все измены родины Украина страна с которой у нас торговые отношения ни одной стороны не объявлена война спецоперация была в Сирии в Африке и что может быть измена то в том что когда военнослужащие военные силы одного государства бомбят территорию России не объявить войну может быть это измена невыполнение своих обязанностей потому что президент обязан объявить войну в такой ситуации кто как считает сугубо юридический вопрос обязан ли президент объявить войну когда военнослужащие другого соседнего государства бомбят города России и нефтеграбляющие центры за более тысячи километров от границы и открыто об этом говорят но эта тема опять же другого ролика я уже несколько раз тему упоминал по-моему вот этот главный вопрос кто реально за этим стоит и какие силы почему так грубо говоря я думаю другая сила подставила не могу назвать это ФСБ это какая-то гнилая контора так вот ФСБ мне кажется кто-то подставил это не работники ФСБ скажем так сделали это все сделано для того чтобы показать беспомощность ФСБ потому что в России есть борьба башен так называемых условные силовики грубо говоря во главе с Минобороны и условные либерасты во главе с определенными силами которые постарались создать свою армию и эта армия пошла на Москву предположим что между ними идет борьба и единого центра головы нет актер под фамилией условный Путин он просто говорит то что надо иногда предполагаю что сейчас идет борьба а если допустить что вот это вот событие было как эпизод ну поскольку откровенной цели мы не видим не изъять оружие не установить охрану еще больше завинтить гайки там в школах и так далее как в случае с казанским там было все очевидно стрелком так называемым здесь очевидной цели я не вижу очевидно цель одна показать беспомощность некой структуры она реально косячит она реально разваленная там реально альтернативно одаренные какие-то работают цели которых диссидентов инакомыслящих достать где можно меня тут пытались достать бидва почти достали и прочих других ну замечательно вместо того чтобы одеть короля они пытаются заткнуть рты всем тем кто говорит что король голый вместо того как он как наша пропаганда так называемая вместо того чтобы ложку сахара добавить они говорят слово халва миллион раз но как что-то слаще не становится так вот представим что череда что это один эпизод из длинной цепочки череды так называемых терактов а как мы видим начиная с 9.11 точно теракты не случайны и имеют цель определенную то какая цель здесь потому что очевидной цели нет сказки про Украину давайте оставим в пользу бедных интеллектуально по Белоруссии потом поговорим хранить ли всего зимний вечный крокус да после выборов совпадения не думаю верно это все озвучено давайте более глубоко попробуем накопнуть кто дал команду не разрабатывать замечательные диалоги в телеграме а все диалоги в телеграме прослушиваются просматриваются и так далее кто дал команду отрезать ухо и распространить это по всем каналам массово причем еще дал команду поддержать это явное беззаконие которые я не поддерживаю и не одобряю потому что тут что перевешивает тем как это сделано а сделано так что результат обратный ожидаемому кто реально подготовил все это и почему эту подготовку тоже не увидели так называемые спецслужбы потому что эту реальную подготовку не увидеть тоже сложно надеюсь специалисты подтвердят этот мой вывод кто-то должен был отключить видеонаблюдение либо невидимыми будучи невидимым на камерах поставить велосипедные замки на эвакуационных выходах и отключить систему пожаротушения и задержать скажем так спецназ ОМОН там что там еще есть как эти органы называется это помимо очевидной подставы этих очень трудолюбивых очень необходимых стране и русским людям и российской экономике специалистов которых по странному совпадению с юга завозят все страны мира массово что в Европе что здесь но это опять же тема другого ролика более детального у кого какие еще мысли пишем борьбу каких башен Кребля или обезбашенных и в этих башнях мы наблюдаем кто кого хочет подставить какие силы хотят подставить нашу всеми любимую родную контору потому что это подстава для конторы какая-то другая более глубинная структура решила подставить менее глубинную и всеми любимую которую Задорнов почему-то одарил таким комплиментом как ФСБИЛы уже тогда они были ФСБИЛами сейчас они вообще непонятно что там Вазген причем здесь пикник пикник совершенно без символизма как и Агутин делает то что то что должны скажем так включая демонстрацию карты Таро символы правят миром по символам разбора роликов смотрите совпадение и случайности в клипах я по крайней мере не вижу да крови свое мойся это было да это приурочено да туда же шаман циферки подставил но по-моему все было готово либо он очень удачно разместил за полдня что невозможно на всех площадках включая Яндекс обычно по некоторым данным люди говорят что до недели нужно чтобы все площадки там Яндекс.Музыка и так далее проверили все это запустили все это проиндексировали а тут уже к полудню буквально человек записал свел аранжировал и прочее на что уходит очень долго ну допустим человек не спал вот только узнал что произошло всю ночь не спал и с командой записал но разместить то же время нужно дату подставить написать музыку слова ну музыку допустим автоматически сейчас можно все что угодно слова хотя бы вырвать подставить циферки в заготовку ну тоже можно наверное ну что могу сказать гений совпадение по хорошему завидую прям такой плодотворности нас гул не трогает ЧВК нас и так убивают да нас убивают из ЧВК и Бизонова ну может быть за 12 часов но тогда просто повезло хорошо думать да надо думать всем да расшатывать ситуацию безусловно вопрос кто и как что с этим делать нам всем потому что очевидно что это лишь первая ласточка и фитиль к этой пороховой бочке под названием там миллионы мигрантов любящих русский мир не украинцы сделали и не украинцы сейчас подносят вопрос что будет дальше на чьей стороне будут любители наград из тиктока и что с ними делать дальше в ситуации когда разные цифры называются разными специалистами по потерям преимущественно русских мужиков хотя это касается всех национальностей России всех коренных народов в первую очередь что мы будем делать дальше когда будет реально вторжение НАТО и реальная война сможем что мы сможем сделать когда такое количество мигрантов очень дружественно настроенных к любому из которых можно написать мол уже пора и они это сделают как мы видим на примере этих четырех вот я думаю об этом нужно подумать и когда нет единого центра и башни кремля между собой воюют и у меня нет никаких предпосылок анализ говорит что все будет лишь нарастать их борьба за власть борьба между собой которые страдают только люди а не они сами думаем вот наверное на этой мажорной ноте надо наверное и заканчивать страйк я уже получил ну что делать надеюсь за слова страйк второй не прилетит а это на неделю блок и 90 дней вообще не высовывается на ютубе по крайней мере ну и без ютуба у нас достаточно много ну все я думаю достаточно сколько у нас тут 555 человек смотрит я думаю достаточно 30 минут уже мы общаемся и это тоже о многом говорит ну ладно еще раз всего наилучшего помним что все только начинается и лучшее конечно же впереди но до этого лучшего мягко говоря не все доживут цифра 50% населения России которая будет не с нами за очень небольшой период времени несколько лет буквально она все еще актуальна она все еще висит в этом сценарии когда-то было 8 сейчас ситуация чуть-чуть улучшилась но опять же в кавычках улучшилась но что делать чтобы она уменьшилась минимум нужен единый координационный центр который прекратит всю эту грызню внутри страны а этого пока нет потому что две силы все больше и больше вырисовывается и ни одна из них не настроена на мир на спокойствие на реальную борьбу с западом потому что вот на запад текут рекой и уран и нефть и все остальное мне об этом тоже много уже говорил не только я а все кто пытается хотя бы осветить ситуацию показать что они все так радужно как рисует пропаганда и просто проявляет здравый смысл к примеру Фургал Тараскин тот же Габышев тот же Стрелков они все не с нами уже ваш покорный слуга на свободе только потому что он вне РФ так что думаем все только начинается все так что они